В эпоху социальных сетей и свободного информационного пространства проще простого определять настроение общества, его мнение по тому или иному вопросу. Приход нового главы Артемовского городского округа поначалу был воспринят населением с надеждой на качественное улучшение ситуации в муниципалитете. Однако достаточно быстро стало ясно, что надежды эти были преждевременны. Если поначалу действия Андрея Самочерного получали весьма осторожную оценку Артемовцев, то сейчас мониторинг показывает совершенно иную картину. В начале этого года наша редакция проводила опрос с целью выяснить, считают ли жители округа, что глава должен продолжать занимать свой пост или покинуть его. Результат оказался неутешительным. Правда, для Андрея Вячеславовича. И вот еще один опрос. На этот раз от газеты Егоршинские вести, некогда возглавляемой Акзамом Шарафиевым, роль которого в становлении в нынешнем статусе главы Андрея Самочерного имела решающее значение. Когда мы голосовали за него, покойная головушка Шарафиев Александрович агитировала за него, что он такой вот чистенький и будет работать. Все договорились, что будем решать с депутатами, коллегиально. Потому что один человек, ну нету у него столько мозгов, чтобы решить эти вопросы. Нету. Я ничего не хочу сказать, какой он там человек. Ну нету у него этого потенциала. Нету. Он не видит эту проблему. Не видит. Но вернемся к опросу. Динамика голосования весьма красноречива. С ростом его участников падает рейтинг влияния главы в муниципалитете. И растет показатель того, что население считает положение в округе фактическим безвластием. Не мудрено ведь с уходом Акзама Шарафиева, личности по-своему неординарной, яркой и весьма сведущей в вопросах подковерной политической борьбы, глава потерял ориентир и начал действовать по собственному разумению. Чехарда из увольнений неугодных, в том числе приведших его на этот пост, и новых назначений более лояльных и покладистых, бодрые отчеты об улучшении в коммунальной сфере и многое другое на фоне роста фактической безработицы, оттока молодежи и очередного транспортного коллапса, выглядят неубедительно. Надо срочно решать в районе вопрос с хозяином, а потом уже будем решать остальные вопросы. Если там ставят заслугу газ, газ это не его заслуга. Газ это маньякина заслуга, я вам скажу. Дорога на Ленина это Татьяна Поздняк заслуга. Что они говорят, мусор это Шарафиева заслуга. Его заслуга сосновый бор. Где вы все видите, где мы с сосновым бором. А ведь когда-то покойный патрон нынешнего главы заключил договор с тогдашним руководителем администрации губернатора региона, что все будет тихо и спокойно. Сам Акзам Шарафиев не раз отмечал этот факт и весьма им гордился. Однако артемовцам почему-то неспокойно. Они уже не уверены в развитии муниципалитета и остатки надежд возлагают лишь на то, что хотя бы имеющееся не будет растащено и разрушено. Анархия она и есть анархия. Раздутый чиновничий аппарат муниципалитета постоянно перекладывает вину с одной инстанции на другую. Ответственных не найти. Между тем региональные власти особое внимание оказывают развитию муниципалитетов. В десятки раз повысив финансовую помощь, которую наши местные чиновники с удовольствием направляют на благо артемовцев. Так, это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хлопаешь? Что ты хлопаешь? Не, я такой фасон не ношу. Кто ответственен за действия администрации? По факту, ее руководитель, который одновременно и является главой округа, в котором, по мнению артемовцев, царит анархия, а балом правит пан-атаман, после которого хоть потоп.